В унисон или многоголосье с музыкальным сопровождением Иля Капельна и авторские, и народные песни сводный хор смены поют Дети России и исполняют хоровую музыку всеми известными способами. На площади театральной проходит торжественное закрытие смены. За 20 дней пребывания здесь организаторы и участники создали сводный хор из 200 человек, разучили 25 новых песен. Я тоже, когда первый раз увидела репертуар, думаю, 25 песен, 20 дней, когда и как? Потому что дети все очень разные. Кто-то поет исключительно духовную музыку, кто-то как концертный коллектив, который поет классику, много ездит. Я думаю, советские песни, они сейчас скажут, что это такое, мы не будем это петь. Но оказалось, что это очень для всех было полезно. Хор – это стройное совместное звучание голосов. В Греции хор пел в театральном спектакле трагедии. Он комментировал происходящее на сцене одноголосным пением. Многоголосное пение появилось в позднем Средневековье. На заключительном концерте организаторы смены рассказывают зрителям историю хорового пения. А сводный хор демонстрирует различные приемы исполнения. Хор – это символ единения людей, символ дружбы, когда все, много народу, одновременно поют, одновременно произносят текст. Своим новым и большим коллективом они акапельно исполняют канон «Пой в восторге русский хор». «Канон» – это повторение одной и той же фразы разными хоровыми группами. Песни и памятник солдату сменовцы снова удивляют зрителей. Используют еще один прием исполнения – хоровую декламацию или скандирование. Это произношение текста в музыкальном сопровождении. Также участники смены поют «Дети России», исполняют песни на стихи великих поэтов, поют части из оперы, народные песни и даже композиции из кинофильмов. А после заключительного концерта организаторы награждают лучшие коллективы, руководители коллективов и самых активных участников. Смена вообще супер. Я вообще очень полюбила этот лагерь. Первый раз, когда сюда приехала, я вообще первый раз увидела море. И просто радости моей не было предела, когда увидела, оно оказалось огромным. Я просто удивилась очень его огромным размером. Смена вообще была супер. Мы ездили на разные экскурсии, ездили в дельфинарии, там просто тоже все были вообще в восторге. И у нас были репетиции каждый день. По два часа мы поначалу уставали, они надоедали, но потом мы так привыкли, и сейчас очень вообще не хочется уезжать. Мы вообще так полюбили наших вожаток и всех вообще. Фестиваль «Поют дети России» в смене впервые. Но организаторам и участникам удалось успеть многое. Смена прошла успешно. Я очень рада, что нам многое удалось, и что мы справились. И мы, как руководители смены, и наши педагоги, руководители коллективов, все это было совершенно новой деятельностью для нас. Мы очень рады, что мы дошли до конца с успехом. Позади 20 насыщенных работой и отдыхом дней, 25 разученных песен и новые друзья. Впереди родные города и поселки прощаются со сменой. Друг с другом сводный хор песней «Творите добрые дела». Они обратно к вам вернутся, и в каждом сердце отзовутся. Творите добрые дела. Творите добрые дела.